История вселенной Half-Life берет начало задолго до событий первой части игры. В какой-то момент во вселенной рождается объединение, у него нет ни лица, ни чувств. И руководит им лишь жажда завоевания и порабощения. И может быть что-то еще. Кто создал Альянс и какие конечные цели стоят перед этим объединением, сказать наверняка никто не может. Известно лишь то, что Альянс это военное объединение, ведущее экспансию в другие миры. Каждое нападение на новый мир проходит по точному сценарию. Телепортация войск и огромных крепостей, цитадели, молниеносные атаки. А после того, как население атакованного мира сдается, начинается массированная пропаганда и постоянный гнет. Постепенно величественные города опустошаются, уничтожается культура как явление. Альянс стирает историю мира, порабощенные расы тирают индивидуальные черты. А взамен получают кибернизацию и вливаются в ряды серой военной массы Альянса, превращаясь в бездушный исполнительный механизм, работающий по приказу своих хозяев. Таким образом, Альянс с каждым новым миром становится все больше и больше. И кажется, ничто не может его остановить. Постепенно продвигаясь по вселенной, Альянс доходит до мира, где существует раса Ворд. Альянс атакует очередной мир, но Вортигонтам удается сбежать. Возможно, впервые Альянс получает отпор. Ведется длительная, ожесточенная борьба. Вортигонты вместе с лидером расы Нихилантам пытаются воевать. Проигрывая, они постепенно отступают от мира к миру. Но всему приходит конец. Последним убежищем расы Ворд становится пограничный Мерксен. Доподлинно неизвестно, относится ли Нихилант к расе Вортигонтов. Есть косвенные доказательства их родства. Третья рука в середине груди. Так же, как и у контроллеров и грантов. На теле Нихиланта видны следы модификации. На его животе можно заметить огромный шрам. Так же нужно сказать, что Нихилант сидит на имплантированном механическом приспособлении. У расы Ворд и иерархическая организация. Главным является Нихилант. Под его контролем находятся все остальные. Следующими в иерархии стоят контроллеры. В свою очередь, они следят непосредственно за вортигонтами, которые исполняют роль рабов. Так же можно предположить, что раса Ворд производит на заводах своих воинов, грантов. И так, история Альянса и расы Ворд подходит практически вплотную к началу сюжета первой Half-Life. В это время на Земле, в научном комплексе Черная Меза, доктор Стэнли Розенберг начинает исследовать природу порталов. В подземной лаборатории происходит самый настоящий прорыв. Ученые находят пограничный мир Ксен. Под контролем ученых Илая Венса и доктора Клейнера, для исследования из Зен извлекаются кристаллы и организмы. Разработки исследования продолжаются, но уже в специально построенном секретном комплексе Лямбда. В то же время, главный конкурент Черной Мезы, Эбича Сайнс, разрабатывает собственную портальную технологию. Впервые происходит запуск GLADOS, программы искусственного интеллекта Эбича Сайнс. Однако, ученые не успевают доделать процессор моральных принципов. Гладос, не связанный никакими моральными ограничениями, избавляется от большинства сотрудников лаборатории. Но в Черной Мезе происходит кое-что пострашнее. В один прекрасный день ученые Черной Мезы получают чистый кристалл из мира Ксен, столь необходимый им для следующего шага в изучении природы порталов. Появление этого кристалла столь же загадочно, как и последствия, которые повлек за собой этот образец. Самая популярная и одновременно самая вероятная версия указывает на то, что Джимен, самый загадочный персонаж Вселенной, дает ученым этот кристалл для проведения эксперимента. Во главе с Исааком Кляйнером эксперимент проводит группу ученых, среди которых числится и младший сотрудник Гордон Фриман. Во время эксперимента он находится в тестовой лаборатории и помещает загадочный образец в антимасс-спектрометр. Неожиданно кристалл порождает каскадный резонанс, который разрывает пространство и создает портал между Землей и миром Ксен. Нихилан чувствует, что происходит, и, удерживая разлом в пространстве, отправляет расу в Орд в новое убежище, на Землю. С ними в наш мир попадают и застрявшие в мире Ксен дикие животные – хэткрабы, баусквиты, снарки и другие. По счастливой случайности Гордон Фриман выживает, будучи в эпицентре каскадного резонанса, и начинает выбираться на поверхность. Черную Мезу оцепляет армия Соединенных Штатов, с приказом зачистить территорию. Теперь единственный шанс Гордона выбраться из Черной Мезы – это попасть к ученым комплекса Лямб. Фриман с боем пробирается сквозь орды пришельцев и военных, по пути запускает ракету с необходимым ученым-спутником, и, наконец, доходит до комплекса. Ученые сообщают, что они знают, какое-то существо из Ксена удерживает пространственный разлом, и если это существо уничтожить, то все порталы закроются. Гордон Фриман отправляется в мир Ксена и уничтожает существо, того самого Нихиланта. После чего от верной смерти Фримана спасает Джимэн. Загадочный мужчина в строгом костюме делает Фриман деловое положение. Либо он работает на него и его работодателей, либо умирает. Выбор очевиден. Фримана погружает в стадис. Джина Кросс и Колит Грин вместе с Гордоном Фриманом работают в лаборатории аномальных материалов. Именно доктор Кросс, причастный к созданию костюма H&V четвертого поколения, доставляет образец кристалла Гордону Фриману в тестовую камеру. После каскадного резонанса Кросс и Грин объединяют свои усилия для того, чтобы выжить в бурлящем аду черной мезы. Сначала они эскортируют доктора Розенберга до поверхности через тренировочный комплекс. Потом устанавливают радиосвязь с внешним миром, в чем им также помогает Розенберг. Затем вместе с доктором Келлером начинают изменение резонанса для предотвращения расширения межпространственного портала. Для этого они подготавливают спутник и устанавливают на него специальное оборудование. После запуска спутника Гордону Фриману доктор Келлер сообщает, Для завершения задуманного необходим смещающий маяк, который реверсирует, то есть полностью аннулирует резонанс. Джина и Коллет поднимают и приводят маяк смещения в действие. В это время маяк начинают осаждать вортигонты. Кросс и Грин встают на защиту маяка. После успешной обороны Джина и Коллет попадают в гармонический рефлюкс. Женщина начинает телепортировать в различные сектора и лаборатории черной мезы. В конце концов, Кросс и Грин приходят в себя в лаборатории ГАМ, где Келлер говорит, что у них все получилось. Дальнейшая судьба Джины Кросс и Коллет Грин неизвестна. Барни Калкук. Обычный охранник, просто пытается выжить и убраться из черной мезы. Барни в одиночку с Боен спасает от военных доктора Розенберга. Вместе с еще двумя учеными они добираются до заброшенной лаборатории прототипов, в которых когда-то Розенберг начинал свои опыты с телепортацией. Барни помогает Розенбергу настроить аппарат, отправляется в Ксен, чтобы обеспечить телепорт достаточной энергией. Затем Барни включает генератор, также необходимый для телепортации. Наконец охранник помогает Розенбергу и двум ученым телепортироваться за пределы черной мезы, откуда четверо счастливчиков уезжает на джип. Еще одним выжившим является Капрау Масской пехоты Эдриан Шепард. После падения вертолета его приводит в чувство один из ученых черной мезы. Чуть погодя Шепард получает приказ от начальства следовать к точке эвакуации. Капрау с боем достигает места, но Джиман не дает Шепарту эвакуироваться. Последний вертолет улетает, оставив бойца в черной мезе. Шепард пытается найти другой выход из черной мезы, так как он узнает, что в зачистке подключились солдаты Black Ops и в их руках термоядерная боеголовка, которая должна уничтожить черную мезу у всех, кто в ней находится. Добравшись до подземной автостоянки, Шепард деактивирует бомбу. Однако Джиман снова активирует заряд. Вскоре Шепард натыкается на огромного монстра, Гена Червя, и убивает его, используя станционарные лазерные турели. После битвы Капрау приходит в себя в вертолете. Напротив него сидит Джиман. Он сообщает Шепарту, что тот будет помещен в стадис, так как является опасным свидетелем. Во время разговора происходит подрыв атомной боеголовки. Черная меза уничтожена. Несмотря на то, что Черная меза и Нихеланд уничтожены, Земле все еще предстоит испытать всю мощь надвигающейся катастрофы. Впоследствии портального шторма, побочного эффекта каскадного резонанса, начинается беспорядочная телепортация различных обитателей мира к Сэм. Землю охватывает хаос. Происходит полномасштабное бегство. Выжившие люди прячутся в городах, надеясь на то, что это их защитит. Огромные территории становятся безлюдными пустынями. В этот момент Альянс решает напасть на ослабевшую землю. За доли секунды по всей Земле возникают цитадели. И начинается война, которая впоследствии будет названа Семичасовой. Уоллес Брин, бывший администратор Черной Мезы, без какого-либо права на это выступает перед Альянсом от лица всего человечества и заявляет о сдаче Земли. Альянс награждает Брина, и он получает огромные привилегии, становится наместником Земли и глашатым Альянсом. Заполучив Землю, Альянс возводит подавляющее поле, снижающее рождаемость до нуля. Уоллес Брин в своем обращении объясняет это тем, что вскоре человечество перейдет на новый этап эволюции, путем достижения до бессмертия, заплатив за это смешную цену – человечность. Многие люди, сдавшись, вступают в военные подразделения Альянса, где их модифицируют, превращая в рабов. Те немногие, кто помнит, что такое свобода, создают сопротивление, в которое входят как люди, так и желающие отомстить за свою судьбу Ортигонту. Осушаются океаны, из недр Земли выкачиваются все полезные ископаемые. Земля постепенно превращается в промышленный комплекс и плацдарм для следующих завоеваний Альянса. Человечеству присваиваются индексные номера. Альянс получает абсолютный контроль над человечеством, но не над всем. Проснитесь и пойте, мистер Фриман, проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока... Скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек мне в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Прошло около 20 лет с того момента, как Фриман был нанят на работу и помещен в стазис G-Man. Человек в строгом костюме пробуждает Гордона и говорит, что пришло время для великих свершений. Фриман приходит в себя в вагоне поезда, следующего в Сити-17. Этот большой город по своему архитектурному строению напоминает города Восточной Европы. Однако по всей его территории располагаются монолитные строения Альянса. В центре Сити-17 возвышается огромная цитадель, в которой находится наместник земли Олес Брин, речи которого транслируются на огромных экранах по всему городу. По прибытии на вокзал патрульный приказывает Гордону пройти в комнату для допросов, где, отключив камеры наблюдения, патрульный снимает маску. Фриман узнает Барни Калхун, бывшего охранника из Черной Мезы. Он перехватил ученого, прежде чем тот попал в лапы настоящим патрульным. Старый друг помогает Гордону сбежать. Однако Фриман не избегает погони. Ученого начинает преследовать силы Альянса и загоняет в ловушку, из которой его спасает Алекс Венс, дочь Илая Венса, бывшего коллеги Гордона. Девушка проводит Фримана в секретную лабораторию. В лаборатории Фриман встречается с Барни и доктором Кляйнера, также бывшим сотрудником Черной Мезы. Фриман получает костюм Ошиви пятой модели. После чего, с помощью недавно восстановленного телепорта, Кляйнер решает отправить его в восточную Черную Мезу, базу повстанцев. Первой телепортируется Алекс, вслед за ней Гордон. Но из-за ручного хэдкраба доктора Кляйнера телепорт выходит из строя. Гордона закидывает в кабинет Брина, а затем телепортирует во двор неподалеку от лаборатории Кляйнера. Гордону приходится добираться до восточной Мезы самому. Пробравшись сквозь радиоактивные городские каналы, Фриман добирается до восточной Черной Мезы, где все еще молодого ученого встречает ассистентка Илая Венса, Джудит Мосман. Она проводит Гордона к Илая, где Фриман получает манипулятор энергетического поля нулевого уровня, или по-простому гравипушку. Алекс знакомит Гордона со своим огромным роботом Сом. Но в этот момент восточную Черную Мезу атакуют силы Альянса. Неожиданно обвалившийся потолок отрезает Фриману путь к отступлению. Единственное, что остается, это пройти сквозь заброшенный шахтерский городок Ревенхоль. Но кто это? Еще одна метущаяся душа? Я присмотрю за тобой. Больше я ничего не могу обещать. Фриман пробирается по шахте и попадает в пораженный паразитами Ревенхоль. Горд был подвержен жесточайшему обстрелу капсулами с хедкрабами, страшным оружием Альянса. После падения капсула открывалась и из нее вылезали десятки хедкрабов. Они атаковали жителей города и превращали несчастных в зомби. Те же, кто не был атакован хедкрабами, были просто убиты. Альянс часто применял это оружие для уничтожения маленьких городов и баз повстанцев. Пробираясь по заброшенным улицам города, Гордон встречает единственного выжившего, отца Григория. Тот рассказывает, что город всегда был его паствой, а теперь его населяют заблудшие овцы. Отец Григорий приглядывает за Фрименом и оказывает посильную помощь ученым, проводя его через мертвый город. Пройдя сквозь весь Ревенхольм, Гордон входит в шахту, а отец Григорий остается, чтобы усмирить разбушевавшуюся пасту. Поднявшись из шахты, Гордон втыкается на базу постанцев, атакованную силами Альянса. Отбив атаку, Фримен связывается с Алекс. Она сообщает, что Элай захвачен в плен и помещен в преобразованную Альянсом тюрьму строгого режима Ново Проспект. Алекс просит Гордона освободить ее отца. Ученый отправляется в Ново Проспект, через пляж, территорию Муравьиных Львов. Разворошив муравейник, Фримен доходит до стражи Муравьиных Львов и побеждает его. В качестве трофея ученый берет фероподы, которые помогают ему контролировать Муравьиных Львов. С помощью своих новоявленных воинов Гордон штурмует блокпосты Ново Проспект, после чего проникает в тюремный комплекс. В Ново Проспект Фримен встречается с Алекс. Вместе они прорываются к Элайу. Алекс отправляет капсулу со своим отцом в телепортационный зал и вместе с Гордоном отправляется следом. Прорвавшись, они обнаруживают предателя, ассистента Элая Джудит Мосман. Выясняется, что она уже очень давно работает на Альянсе. Мосман захватывает Элая и перемещается вместе с ним на базу Альянса. Гордон и Алекс спасаются от прибывшего подкрепления Альянса Бегст, телепортируясь за мгновение от того, как телефон был уничтожен. В момент телепортации устройство Альянса взрывается и вызывает эффект медленной телепортации. В результате чего Алекс и Гордон, не ощутив даже минутной задержки, оказываются в лаборатории доктора Клейнера лишь спустя неделю. Фриман присоединяется к повстанцам. Восправшие духом люди с радостью следуют за ученым. Вместе с небольшим отрядом Гордон и присоединившийся к нему Алекс уничтожает один из многих генераторов, питающих силовые поля Альянса. Алекс решает разведать путь, однако внезапно появившиеся силы Альянса захватывают ее. Фриман в одиночестве продвигается дальше и спасает Барни от снайфера. Ученые вместе со старым другом и последствием на помощь повстанцами решают штурмовать Нексус Надзора, базу которой отвечает за подводитель. Повстанцы отключают энергию, однако Альянс решает отбить Нексус Надзора с применением страйдеров. Не без помощи Гордона повстанцам удается переломить ход сражения и отстоять базу. Фриман отправляется дальше и встречает пса, которые проделывают брешь в стене цитадели, через которые ученые попадают внутрь. В одном из коридоров Гордон натыкается на поле конфискации. Оно уничтожает все оружие ученого, кроме гравипушки. По действиям поля она превращается в смертельное оружие. Для путешествия по цитадели Фриман использует капсулу. Однако очередное продвижение было остановлено камерой наблюдения. Ученый загоняет себя в ловушку. Его капсулу доставляют на верхний этаж цитадели. Весьма признателен вам доктор. Сначала вы привели меня прямо на порог дома старого друга, а теперь изволили явиться сами. Если бы только довелось знать, что вы сами заглянете в мой офис, я бы вовсе не стал утруждать себя поисками. Гордон попадает в кабинет Брина, где председатель безуспешно пытается убедить Элая перейти на сторону Альянса. Убедившись в том, что глава сопротивления не сдастся, Брин заявляет о намеренности отправить Алекса и Элая в миры, где выжить невозможно. Джудит в надежде спасти Элая освобождает Фримана. Пытаясь спастись, Брин убегает к телепорту, ведущему в столичный мир Альянса. Фриман и Алекс бросаются в погоню, а Элая и Джудит отправляются к транспортной капсуле. Алекс пытается заблокировать перемещение Уоллеса с помощью компьютера, но это ей не удается. Фриман поднимается вслед за врагом на верхушку цитадели и уничтожает телепорт. Это вызывает взрыв огромной силы. Подъемник с Брином падает с большой высоты. Время замирает, и появляется работодатель Фриман. Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычная. Чем обманывать вас иллюзией выбора, я сам возьму на себя эту привилегию, если, когда ваше время придет, пять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приман. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем... И здесь я исчезаю. Гордон приходит в себя, однако никаких изменений не происходит. Время застыло на месте. Алекс и Фримон все так же на вершине цитадели в момент взрыва. Вокруг Алекс материализуется Вартигонте. Они телепортируют ее подальше от эпицентра взрыва. Время возобновляет свой ход. Фримон оказывается во тьме, и перед ним вновь появляется человек в строгом костюме. Он собирается что-то сказать, но появившиеся Вартигонте прерывают его, награждают Фримона от Джимена и телепортируют ученого прочь. Это мы еще посмотрим. Пес спасает Гордона из-под завала у подножия цитадели. Вместе с Алекс они связываются с Белой Рощей. Елай и доктор Клейнер поясняют, что в самое ближайшее время должен произойти взрыв ядра цитадели огромной силы, который уничтожит Сити-17. Алекс и Гордон следуют указаниям Клейнера и отправляются в цитадель, чтобы стабилизировать ядро, тем самым увеличить шансы на спасение. Пес закидывает микроавтобус с героями в проем в стене цитадели. После приземления на нижних уровнях Алекс и Гордон начинают путь к ядру. Блуждая по бесчисленным коридорам, они натыкаются на странную комнату. В терминале Алекс находит запись, на которой Брин говорит со своими покровителями о том, что не может выжить после телепортации в столичный мир Альянса, на что ему предлагают стать носителем, и Брин соглашается. Неожиданно запись прерывается, и на мониторах появляется странное существо, которое наблюдает за Гордоном и Алексом. Брин? Брин? Жизнь по ту сторону портала невозможна. Смените место назначения. Я не смогу так выжить. Слава богу, просто старая зальность. Как вы носите? Да вы шумите, я же не могу. Ладно, черт. Пошли. Позвышите, он почти догнал меня. Сумулятор. Пошли. Именно они руководили силами Альянса и передавали свои решения Брину. Они отдали приказ о дестабилизации ядра. Их называют советниками. Скорее всего, именно они занимают руководящие должности в Альянсе. Внешне эти существа напоминают огромные личинки. Тела советников облачены в костюмы оливкового цвета. Ближе к голове находятся черные воротники с золотыми иероглифами, которые указывают ранг каждого советника. Также у них есть язык щупальца, с помощью которого они проникают в черепную коробку жертвы и считывают информацию. Советники лишены возможности передвигаться, манипулировать предметами при помощи конечностей или органов чувств. Однако все это компенсируется множеством механизмов и психотелепатическими способностями. Бежим! На глазах у Гордона и Алекс происходит эвакуация советника. Перед взлетом шлюпки он проводит ментальную атаку и покидает цитадель. Справившись с болью, герои проходят в комнате управления ядром. Гордон отправляется внутрь реактора и стабилизирует ядро. Алекс выясняет причины столь странного поведения Альянса. Взрыв цитадели даст им необходимое количество энергии для передачи важного сообщения в столичный мир. Алекс копирует это сообщение. Также она обнаруживает видео, посланное с арктической базы, где Джудит Мосман вместе с постанцами занимается поисками некого проекта. Полагаю, я обнаружила местонахождение проекта. На данном этапе сложно оценить размер разрушения и сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерывая трансляцию, кажется, нас засекли. Поднимается тревога, и все силы Альянса бросаются в погоню за Гордоном и Алекс. Они очень боятся, что секретное сообщение попадет в руки ученым сопротивлением. Для побега из цитадели Фримен и Алекс используют поиск, который терпит крушение в подземных туннелях под Гордоном. Из-за отключения защитного поля в город и туннели под ним проникли различные твари, от хедкрабов до моровинных львов. Выбравшись из подземных туннелей, Алекс и Гордон видят пожираемые боями между повстанцами и силами Альянса Гордона. Из уцелевших экранов транслируется речь Кляйнера от Леса Сотпотивления, в котором он призывает всех покинуть Сити-17 как можно быстрее. Фримен и Алекс проходят через несколько кварталов города и встречают Барни-Колхуну. Он рассказывает, что единственный шанс выбраться из города это железная дорога. Алекс и Гордон отвлекают силы Альянса, чтобы повстанцы вместе с Барни могли добраться до железной дороги. Преодолев сопротивление Альянса, наши герои догоняют Барни. Фримен начинает проводить небольшие группы повстанцев до поезда, отбивая нападение Альянса. Чтобы защитить людей, Гордон и Алекс решают не отправляться на поезде вместе с Барном. Первый поезд отходит, тем временем Алекс подгоняет второй, на котором наши герои эвакуируются. Вскоре происходит взрыв ядра, и из цитадели вылетает множество шлюпок советников Альянса. Взрывная волна невероятной мощи уничтожает весь город вместе с цитаделью и настигает поезд. Над уничтоженным Гордом зарождается огромный портал, угрожающий восстановить связь между землей и столичным миром Альянса. Тем временем Гордон приходит в себя в поврежденном взрывом вагоне. Алекс с помощью гравипушки помогает ученому выбраться наружу. Они связываются с Белой Рощей, в которой бывшие работники Черной Мезы Элай Венс, доктор Клейнер и доктор Магнусон руководят подготовкой ракеты, которая в связке со спутником, запущенным Гордоном на орбиту 20 лет назад, должна закрыть портал. Алекс рассказывает о секретном сообщении, из-за которого все силы Альянса бросились за ними в погоню. Магнусон поторапливает Гордона и Алекс и требует как можно быстрее добраться до Белой Рощи. Боже мой! Помоги мне, Гордон! У заброшенной шахты Гордон отлучается от Алекс, чтобы открыть ворота. В этот момент на нее нападает охотник Альянса. Он тяжело ранит Алекс и заваливает проход Фримену. Неожиданно появившийся вортигонт помогает ученому выбраться из-под завала и связывается с соплеменниками, чтобы вместе с ними помочь смертельно раненый Алекс. Они отправляются в шахты, где назначена встреча с остальными вортигонтами. Но из-за рухнувшего лифта планы Фримена и поддерживающего жизнь в Алекс вортигонте нарушаются. Гордону предстоит путешествие через гнездо муравьиных львов, расположенное в шахтах. Добравшись до условленного места, Фримен встречается с вортигонтом, а также еще двумя повстанцами. Ожидая прихода остальных вортигонтов, Фримен и его новые ассистенты отражают атаки муравьиных львов. Когда положение обороняющихся становится критическим, на помощь приходят вортигонты, которые переламывают ход боя в пользу защитников. Они сообщают, что для исцеления Алекс нужен личиночный экстракт, который находится в сердце муравьиного гнезда. Добыв его, Гордон доставляет экстракт вортигонтам, которые уходят в транс для исцеления Алекс. Во время обряда Джиммен снова напоминает о себе. Доктор Фримен, я осознаю, что выбрал не лучшее время для беседы, «Тед, но мне пришлось дождаться момента, когда ваши друзья не смогут нам помешать. Были времена, когда мисс Венс для них ничего не значила. Человек казался агрессивным существом с монтировкой в руках. Вытащив ее из черной мезы, я поступил на перекор уверения в том, что она обычный ребенок, не представляющий интереса. Я научился пропускать возгласы неверующих мимо ушей, поскольку подавить их было я не превозможен, чтобы мои усилия пропадали. И я уверен, что ее значимость еще выше, чем представлялась вначале. Пришло время вернуть мне должок за то, что я спас вашу жизнь. Доставьте ее в белую рощу, доктор Фримен. Мне бы хотелось иметь больший простор для действий, но я связан, определ... Будь готов, Ниеми. Хм... Да. Так вот, запомни, моя дорогая, когда ты увидишься с отцом, передай ему следующее. К непредвиденным последствиям. Человек в строгом костюме исчезает. Ритуал заканчивается, Алекс приходит в себя и говорит о намерности идти к Белой Роще. Вортигонт вызывается показать путь. Остальные собираются продолжать охоту на советников, чьи шлюпки разбились. Выбравшись на поверхность, наши герои видят армию Альянса, направляющиеся к Белой Роще. Набыв автомобиль, Алекс и Гордон прощаются с Вортигонтом и направляются к штабу повстанцев. По дороге они натыкаются на заброшенную станцию связи и, восстановив подачу электричества, связываются с Белой Рощей, чтобы предупредить повстанцев о надвигающихся силах Альянса. Однако, из-за слабого сигнала у них ничего не выходит. Чуть позже Алекс и Гордон натыкаются на разбившуюся шлюпку советника. Пробравшись в здание неподалеку, они находят барокамеру с советником и отключают ему из жизнеобеспечения. Советник пробуждается и обездвиживает телехинезом Фримена и Алекс, но взрыв оборудования спасает жизни героев. Добравшись до Белой Рощи, Гордон и Алекс встречают лидера восстания и Лайф. Вместе они отправляются к Кляйнеру и Магнусену в ракетную шахту, где идут последние приготовления перед запуском ракеты. Алекс передает данные Кляйнеру и вместе с ним и отцом удаляется для дешифровки информации. Гордон же по просьбе Магнусена отправляется на нижние уровни, где постоянно включается тревога. Спустившись, Гордон обнаруживает диверсионный отряд сил Альянса. Фримен по приказу Магнусена изолирует отсек, после чего вместе с Алекс и Лайфом и Кляйнером просматривает видео, посланное Джудит Моссен. В зашифрованном сообщении даются точные координаты местонахождения корабля Боррель, на борту которого находится прототип телепортационной технологии, разработанный в лаборатории исследования природы порталов компании Apoche Science. Мнение насчет использования прототипа разделяется. Кляйнер говорит, что она поможет в борьбе с силами Альянса, а Элай отвергает эту идею, мотивируя отказ тем, что такую мощь, как Боррей, невозможно контролировать. На отключенном экране появляется силуэт Джимена, и Алекс передает его слова. Элайу становится плохо. Алекс оставляет его и Гордона наедине. Элай рассказывает, что уже слышал эти слова в Черной Мезе, на катастрофе в тот момент, когда Джимен передал ему кристалл. Отец боится за Алекс и рассказывает о том, что именно Джимен спас его дочь во время инцидента в Черной Мезе. В это время происходит удар основных сил Альянса, и Магнусен отправляет Фримена на защиту ракеты, так как даже один страйдер может положить конец всем планам восстания. При помощи изобретенных с Магнусеном бомб, Гордону и бастанцам удается сдержать страйдеров. Происходит успешный запуск ракеты. Клейнер и Магнусен остаются следить за показателями спутника из командного центра. Ракета выходит на орбиту, и зарождающийся портал закрывается. За то время, пока Гордон оборонял базу, Алекс подготовил вертолет для отлета на поиски Боррея. Фримен, Алекс и Лай отправляются в ангар, где на них нападают два советника. О, господи! Я люблю тебя, папочка! Не смотри! Нет! 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 Гордон! Папа! Редактор субтитров Корректор А.Егорова